Ребята, всем привет! С вами Григорий Пронин. Очень много вопросов вы задали про фирму Benetton. Давайте я попробую про нее рассказать. Нашел свитер Benetton, зеленый. Что интересно, качество ужасное, свитер скатывается, как за ним не ухаживать. Но я не умею так ухаживать за свитерами, чтобы вот за ним ухаживать, и чтобы шерсть не скатывалась. Не бросать. Не бросать. День в попаде. Ясненько. В общем, что интересно, этот свитер произведен в местности Treviso в Италии. Benetton это одна из фирм, я не знаю, наверное, не единственная, но из крупных фирм, которая не стала полностью переносить производство в Китай и куда там, да, в менее развитые страны, а оптимизировала производство, наладила автоматизацию и так далее, чтобы производить все-таки вещи в Италии. Это зачетно. Давайте подумаем, почему об этой фирме знают все. Эта фирма уровня, бренд уровня Coca-Cola или McDonald's, вот все про нее знают, она на слуху. И, наверное, одна из первых фирм, которые появились вот из зарубежных на российском рынке. На Тверской. На Тверской. Вот так вот. Из-за чего? Ну, давайте окунемся в историю. Значит, Лучиана Бенеттон это старший сын в семье из четырех человек. Еще кроме него была Джулиана, сестра, Джульберта и Карла еще два сына. Рано умер отец, 10 лет было старшему Лучиана. Лучиана начал подрабатывать в магазине одежды, соответственно, интересоваться одеждой. Джулиана шила вещи, точнее, вязала. И вот, как я понял, Джулиана связала для Лучиана свитер, если не ошибаюсь, желтого цвета яркого. Этим свитером Лучиана всех удивил. Со временем они начали принимать заказы. Лучиана продавал, Джулиана шила. Ну, вязала, точнее. Ну, вообще, вот, их вот такой кооператив, он запомнился. И, ну, это было типа революции, что вязаные вещи могут быть ярких цветов, интересными. И носить их могут не только пожилые люди в возрасте, но и молодежь. Со временем, значит, они организовали, ну, я имею в виду семью. Семейный бизнес из четырех человек, фабрику. И Лучиана, насколько я знаю, поехал в Шотландию, чтобы изучить вот это производство шерсти. Потому что в Шотландии тогда шерсть, ну, это какие, 50-е, 60-е годы, хорошо производили шерсть. А шерсть проходила обработку через воду, промывали и потом палочками вот так вот там все делали. В общем, все это они изучили. И изначально это была трикотажная фабрика. Со временем, конечно же, они начали производить одежду и шить, и пошли линии одежды. Бенетон вообще одна из самых первых фирм, которые, вообще говорят, первая фирма, я не знаю. Ну, скорее всего. Скорее всего. Скорее всего, что первая фирма? Появилась на российском рынке. Нет. Нет. Это одна из первых фирм, которая ушла от полочного, ну, когда, этот, не полочного, а прилавочной схемы продажи товаров. Это когда ты приходишь в магазин и выбираешь товары, которые висят, примеряешь и так далее. Со временем они открыли магазин и в Италии, потом во Франции, ну, и потом пошло-поехало по всему миру. Они стали работать с франшизами. Это когда они искали инвесторов, людей, которые, ну, торговцев, как угодно их можно назвать, которые открывали магазины под брендом Бенетон. Они высылали инструкции, там было пять вариантов дизайнов этого магазина, от которых нельзя было отступать. И они, значит, закупали товары на фабрике Бенетон, размещали у себя, выкупали полностью. Остатки, которые не продавались, они не могли вернуть. Но, тем не менее, они зарабатывали все равно хорошие деньги, им было выгодно. И магазинов кучу по всему миру организовал Бенетон. Сейчас более шести тысяч магазинов вроде как и в мире Бенетон, представляете? Огромная сеть. Ну, кроме революции в мире вот вязаных вещей, то, что, конечно же, они прорабатывали дизайн коллекции. Это все интересно, но почему же такой успех? Бенетон всегда занимался рекламной деятельностью, очень хорошо к этому подходил. Причем их реклама не обязательно была связана с вещами. Чаще всего на рекламных плакатах, на постерах вообще не было вещей Бенетон, а были какие-то события. Я себе даже выписал некоторые события, чтобы вам сказать, вот изначально Бруно Сутер вел рекламную кампанию, этот человек. Но потом наступил, как там, золотой век, там, не знаю, 18 лет, по-моему, Оливьера Тоскани. Это фотограф, это очень известный фотограф, он для всех гламурных журналов снимал сюжеты. И вот когда этот фотограф появился, реклама Бенетон расцвела. Ну, всегда у Бенетона и с Бруно Сутером тоже были интересные сюжеты, но Оливьера Тоскани довел это вообще до совершенства и, можно сказать, даже до абсурда, потому что у них очень много было проблем у Бенетона с этой рекламой. Вот сюжет, смотрите. Поцелуй священника и монашки. Конечно же, церковь была против, пытались запретить эту рекламу, подавали в суд, но через некоторое время Лучьяна Бенетон получил письмо от монашки, я, правда, не знаю, от той монашки или от другой, со словами, что очень теплая, трогательная фотография, вот это. Дальше. Совокупляющиеся лошади. Ну, что тут скажешь. Я так понимаю, они хотели отобразить природу, все, что естественно, то не безобразно. Ну, в общем, лошади. Для Бенетона, я думаю, что это была черная и белая лошадь, потому что они постоянно играли с цветами. United Colors of Benetton. Такой слоган всегда был. Негритянка, которая кормила белого ребенка грудью. Тоже. По-моему, в африканских странах это запретили. Где-то наоборот поощряли. Ну, кстати, помимо запретов, вот эти рекламные все постеры, они заслуживали всегда кучу наград. Где-то запрещают, где-то награждают. То есть, ну, вот негритянка, кормящий грудью белокожего младенца. Это значит, что вроде как принижается роль расы, ну, вот, черной, а с другой стороны, наоборот, объединяется то, что и белая, и черная. Ну, что я вам рассказываю, вы наверняка сами знаете. Вот. Библейская Ева в джинсовой куртке. Человек, умирающий от спида. Причем, интересно, вот человек, умирающий от спида. Были получены разрешения от родственников. Там картина, что он умирает, вокруг него родственники. Родственники хотели привлечь внимание к этой проблеме. Но, тем не менее, про Бенетон говорили, что выезжает на болезни, ну, на этом, на всем, выпячивая свою марку. Ну, то есть, двоякая картина. Кто-то говорит, что привлек внимание, с другой стороны, они же на этом деньги делают. В общем, вся реклама у них была скандальная. Или фотографии военного кладбища. Опять же, привлекают внимание к тому, что гибнут люди к кладбищу. Но везде бренд Бенетон. И как бы Бенетон это одежда. И не поймешь, что и думать. Думали и хорошее, и плохое. Но вы же знаете, что черный пиар, он еще круче разлетается всегда. И привлекает внимание. Король дизлайков сочных. Есть такой персонаж, знаете. У него все хорошо из-за дизлайков. То же самое у Бенетона. Кто-то про них гадости пишет, это хорошо. Кто-то дает награду, это, в принципе, тоже неплохо. Дальше. Ребенок с еще не отрезанной пуповиной. Только он родился весь в крови. Опять же, много было запретов. Но один из родильных домов попросил эту фотографию разместить в родильном отделении. То есть, все двояко. Обнаженный гемафродит. 64 фотографии женских и мужских гениталей. Кстати, Бенетон, помимо продукции, помимо постеров, помимо одежды, еще и выпускал, а может быть и выпускает, журнал. Куда он все это размещает. И как бы он пишет там всякие статьи на волнующие темы, на провокационные темы. Он привлекает внимание к журналу, к этим темам и к своей одежде, которая потом скатывается. Вот, я этот свитер, в принципе, ношу только на даче. Он, в принципе, удобный, мягенький такой. Но когда я прихожу на работу, мне говорят, ты что, не можешь себе купить хороший свитер? Отошли от темы. Хотя, вот, отошли от темы. Это главное, что, в принципе, люди должны знать про Бенетон. Что это фастфэшн, это вещи, которые вы купили, пару раз надели, может быть, один раз постирали, и потом, в принципе, придется выкинуть. А стоят они дешево. Ну, фастфуд, фастфэшн. Вот Ирка говорит, не согласна. Ну, просто она к вещам более нежно относится. Ну, как бы, она умеет за ними лучше ухаживать, следит за ними. А я нет. Бросать. У Бенетона есть дорогой кашемир. Дорогой кашемир. Она по-другому себя ведет, живет другой жизнью. Ну, может, в твоем гардеробе. Это стопроцентная шерсть, но ни в какие рамки, если честно. Дальше. Давайте еще по поводу рекламы. По сути, фирма Бенетон привлекла внимание своими рекламными плакатами, рекламными событиями. Изображение албанских беженцев, переполнивших корабль в итальянском порту и либерийского солдата с автоматом Калашникова и тазобедренной человеческой костью в руках. Ну, в общем, такие неоднозначные снимки все время у них были. Или, значит, Оливьера Тоскани со своей бригадой фотографов притворились журналистами. Ну, в принципе, они и так журналисты, но они притворились другими журналистами, не рекламщиками. И ходили по этим тюрьмам, снимали смертников, людей, которые приговорены к смертной казни. И они это все разместили в 100-страничном каталоге, но вот это была чуть ли не последняя капля, после чего люди, которые продавали одежду Бенетон по франшизе, торговцы, они стали отказываться от Бенетона. Потому что они сказали, что несут убытки. Вот это все со смертниками тему окрестили не United Colors of Benetton, а United Killers of Benetton. Потому что они фотографировали смертников, они писали про них очерки, они размещали это на плакатах и писали, за что они получили такой приговор. В общем, такая история. Я всегда считал, что Бенетон это такой бренд, он такой политкорректный, правильные вещи, базовый гардероб, недорого для людей среднего возраста, для студентов тоже, детская линия, еще что-то. Кстати, я не сказал, что у Бенетона есть еще и другие магазины, отделения Сисли и Playlife. Это все тоже Бенетон. А оказывается, действительно, я просто не погружался в эту историю, не изучал. Сейчас окунулся и понял, что все не так уж просто с этим Бенетоном. Соответственно, очень много проблем испытывал Бенетон в связи со своими рекламными кампаниями, но все равно бил в одну точку и продолжал делать то же самое. Около магазинов Бенетон ходили митинги из людей, которых затронул, ну вот Бенетон затронул их чувства, они не согласны с этими рекламными кампаниями были. В то же время Бенетон получал очень много наград за свои вот эти рекламные кампании. Что касается одежды, это самое главное, если отбросить всю эту рекламную продукцию, одежда это низшего ценового уровня, ну это ниже это уже, я не знаю, на рынок, которых рынков-то уже не осталось куда ходить. Бенетон это дешевая одежда дешевле, чем Zara, или так же, как Zara, примерно того же уровня. Слушай, они сейчас все подросли. Подросли, в смысле подорожали в связи с курсом, наверное. Нет, по уровню качества, подросли. Ну, я вот купил этот свитер, наверное, они еще не успели подрасти. Они работают с 65-го года и руль, а сейчас вдруг за два года подросли что ли? Себе не повезло со свитером. Ну, может быть. Ну, не знаю, я не говорю плохо, не подумайте про бенетон. Бенетон это хорошо. Бенетон это вот такой вот уровень, если ты оденешься в бенетон, ты пойдешь в общество, на тебя косо смотреть не будут, даже кто-то скажет, что достаточно стильно. Ты одет, если ты выбрал по сочетаниям вот эти цвета, хорошо сочетаешь, в принципе, все замечательно. Имеет полное право на существование, но если у вас есть возможность одеваться в местах подороже, конечно, лучше одеваться в местах подороже. Лучше купить одну хорошую вещь, чем за те же деньги купить три вещи в магазине бенетон. Ну, это мое личное мнение, вы можете написать в комментариях, даже ты, Иронь, можешь написать в комментариях, если ты со мной не согласен, я вижу в каких-то моментах. Вот что я думаю про фирму бенетон. Я надеюсь, я удовлетворил людей, которые вопрошали на эту тему. С вами был Григорий Пронин, и давайте задавайте вопросы, какую фирму разобрать следующую. А Юникло было? Юникло было, когда я сидел на заднем сидении автомобиля и рассказывал, я купил такое поло, я купил такие брюки. Но про Юникло, в принципе, можно еще поговорить. А может быть, уже и был. Уникло. Юникло как-то. Ну, это же по-китайски все, в смысле, по-японски, сорян. Вот. Ладно, ребят, надеюсь, вам было интересно. Лайк ставим традиционно Григорию. Ну, что я говорю, кто хотел, кто-то уже поставил. И подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях, обязательно буду отвечать. И по субботам у нас стрим. По субботам заходите, я буду с удовольствием отвечать на ваши вопросы. Жду. Давайте. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok